Добрый день! В эфире передача Кинопаннорама с Юрием Рязаном. Специальный выпуск и моя помощница Юлия Рождественская. У нас в гостях Алексей Ульянов, член экспертной комиссии деловой России по антимонопольной политике, кандидат экономических наук. А также, здравствуйте, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей, член рабочей группы экспертного совета при правительстве Российской Федерации по демографической и семейной политике. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Алексей, ну сегодня мы собрались в такой день, 1 июня, который считается Международным днем защиты детей. И поэтому, наверное, первый вопрос к вам. Все ли в России у нас сегодня хорошо в вопросе воспитания детей, в вопросе их нравственности? Вы знаете, конечно, вопрос непростой. Вот мне, как, может быть, экономисту, статистику, имеющему дело с цифрами, законопроектами, мы активно участие принимали по линии деловой России. И когда я работал на государственной службе, в улучшении нашей законодательной базы в том, что касается и помощи многодетным, демографической политики, антиалкогольной политики, антиабортной политики. И кое-что здесь делать удалось. И мы вот знаем, что последние три года у нас наблюдается в стране, естественно, прирост населения. То есть вот так называемый русский крест, о котором многие эксперты говорили, в принципе, любой человек, который, значит, читает и понимает, что происходит в стране, конечно, не мог вот не наблюдать с вот некой такой прискорбием, да, что Россия, значит, скатывается в демографическую яму, происходит вымирание. Но вот, тем не менее, слава богу, последние три года у нас очень небольшой, совершенно такой вот незначительный общественный, естественный прирост наблюдается. То есть означается, что нас, россиян, становится с каждым годом немножко, но больше. Это, конечно, не может не радовать. Но, с другой стороны, конечно, в этих цифрах кроются, как всегда, вот определенные нюансы, определенные лукавства. Например, если вычесть из этих данных данные по Северо-Кавказскому федеральному округу, то оказывается, что, значит, убыль населения, увы, продолжается. Конечно, у нас наблюдается рост показателя, так называемый, его демографы называют фертильность, да, по большому счету это число детей на душе. Этот показатель у нас вырос, у нас самый плохой уровень наблюдался в 98-м году, вот такой у нас год 98-м был тяжелый по всем направлениям. У нас было всего 1,2 ребенка на одну женщину. По предварительным данным, в этом году у нас будет 1,78, то есть почти 1,8, да. Вот это, конечно, ого-го какой рост, но, тем не менее, опять же, мы даже до уровня простого воспроизводства, к сожалению, не дотягиваем. Вот хотелось бы сразу сказать, что материнский капитал, который при поддержке Деловой России, при поддержке Центрального федерального округа, мы видим, что рост происходит как раз за счет вторых рождений. То есть материнский капитал здесь свой вклад, безусловно, вносит. Вот если мы скажем как раз о материнском капитале, много препонов к его получению. Не считаете ли вы, что при рождении ребенка просто взять и сейчас какая-то сумма 400 тысяч дается? А она постоянно индексируется каждый год на уровне официальной инфляции. Если вот не изменяет память, сейчас это уже где-то 470 тысяч. Может быть, проще брать и выдавать при рождении ребенка просто их, ну как? Живыми деньгами. Живыми деньгами. Есть вот определенные проблемы, правительство постоянно об этом высказывает опасения, и, наверное, они не совсем беспочвенные. Направление, куда расходуется материнский капитал, их целесообразно расширять. То есть сейчас это только жилье, только обучение, причем так тоже очень сложно его именно на обучение получать. Самое популярное, это, конечно, на покрытие расходов на жилье. 98% людей на эти цели материнский капитал используют. На медикаменты, возможно, тут нужно расширение, например, на социальные товары какие-то, на детские товары. Это было бы очень даже оправданно. Материнский капитал, при всех его, конечно, изъянах, там, безусловно, тоже есть и махинации с ним. Но это несопоставимо более эффективная программа, вот по сравнению со всеми остальными. Это безусловно. Алексей, ну, вы больше говорите о такой материальной стороне дела, но только ли в деньгах дело? Может быть, есть какие-то другие еще аспекты? Если у нас и семьи некрепкие, и духовность не особо развита, и материальные ценности превалируют, тогда, по большому счету, мы вынуждены покупать, в кавычках, детей, да, покупать высокий уровень рождаемости. Скандинавские страны, 5 скандинавских стран, примерно 4% ВВП тратят на семейную политику. Это огромные деньги, учитывая, что ВВП там тоже на душу населения, ого-го, один из самых высоких в мире. Они, конечно, имеют уровень рождаемости чуть выше европейского, но он не дотягивает до уровня стран третьего мира, например, там, арабских государств, где региозные традиции сильны. То есть, вот такой вот покупкой, причем такими колоссальными средствами, все равно не получается дотянуть даже до уровня производственного воспроизводства. Может быть, посмотреть тогда на Ирландию, которую называют такой последний христианский или католический бастион Европы, где таких расходов нет, а уровень рождаемости как раз на уровне 2,1, то есть воспроизводство есть. То есть, безусловно, если у нас крепкие семьи, если у нас не превалирует вот абсолютный такой вот гедонизм материальный, то тогда у нас проблем, конечно, с рождаемостью будут меньше. Мне близки слова Николая Сербского, он говорит о том, что задача государства не тащить ссылком в рай, а не допустить того, чтобы государство не упало, не скатилось в ад. И вот, к сожалению, в этом направлении у нас еще очень много есть над чем работать. Для этого достаточно просто посмотреть на наше телевидение, на которое просто, честно говоря, без слез не взглянешь. О том, что касается нравственного воспитания, например, да, вот что, что детям смотреть, вот я могу сказать, у меня четверо детей, у нас телевизор сломался, и мы решили, что вот это, наверное, какой-то промыслительный шаг, и обходимся без него, и на самом деле чувствуем себя вполне комфортно. Вот, иногда даже были такие ситуации, когда, значит, проблемы рассказывали, да, то, что приходят дети, значит, детские психологи, и, значит, первый вопрос, а вы смотрели телевизор, вы смотрите современные мультики? Даже у светских психологов возникает такое клише, абсолютно оправданное, что проблемы детской психологии вот связаны с современными вот этими мультяшками. Есть проблемы у нас с идеологией, да, они проблемы отчасти и в телевидении, и в кино. Вот кто вообще у нас в России занимается вот нравственностью, идеологией? Есть такой комитет? По большому счету получается, что как такового отдельного органа у нас и нет, да, то есть есть у нас Министерство культуры, кстати, его возглавил Владимир Мединский, личность достаточно яркая, мы знаем его по книгам, да, вот, развенчивания мифов о России. Вот мы сейчас видим, что иногда осуществляется поддержка, значит, хорошего российского, умного российского кино, да, там даже духовного российского кино. Но, к сожалению, вот это опять пока что, вот, в окружении, что это какие-то вот единичные шаги. Сын у меня в втором классе просил, давайте посмотрим, значит, фильм «Призрак», российский фильм «Призрак». И у меня просто, значит, очень были, так сказать, печальные, значит, ощущения от этого фильма, потому что, во-первых, это шестое чувство, американский фильм, собственно, сюжета там нет, да. Вот, во-вторых, христианский подтекст, который в этом фильме был, в шестом чувстве с Брусом Иллисом, да, он, по сути, весь вычеркнут и заменен даже зачастую на какой-то антихристианский, да. Вот, ну, даже вот простой пример, что там вот этот герой Брусом Иллиса остается, значит, на земле в виде вот этого призрака, да, чтобы искупить свою вину и помочь мальчику, значит, наладить отношения с окружающими, с семьей, с одноклассниками, с чутелями, да. А, значит, в нашем русском варианте призрак, значит, герой Бондарчука, вот, он остается, чтобы показать, какой он крутой, и помочь мальчику отбить самую клевую девчонку в классе, простите, значит, за выражение, да. То есть, вот, как бы, и после этого мы говорим о бездуховности Америки, значит, и о наших духовных скрепах. Как вы думаете, почему вот наше отечественное кино не так популярно? Почему зрители, особенно вот подростки, дети, почему они не хотят в или иной раз идти на наше кино, в кинотеатр? Мне кажется, тут такой возникает, как сказать, заколдованный круг, да, вот говорят, или там порочный круг, да, что качество фильмов невысоко, хорошим фильмам пробиться тяжело, поскольку существует монополизм, действительно, в киносетей, вот. Хорошо, что у нас появляются современные кинотеатры, но, во-первых, на самом деле, их число очень невелико. Вот в городах-миллионниках у нас по пять, по семь кинотеатров, что уж говорить о глубинке. То есть, по большому счету, зритель отечественный, он лишен доступа вот к такому качественному формату киносетей. И мне кажется, здесь, как бы, конечно, стоит посмотреть на то, что у нас там превалируют, там, 3-4, вот, по сути, там, этих сетей, которые не заинтересованы зачастую в продвижении российского кинематографа. На самом деле, мне кажется, зритель, он чувствует тонко. Если есть доступ, если будет доступ российского хорошего кино, то, значит, зритель будет голосовать за это кино рублем. А Федеральная монопольная служба, она как-то поддерживает наш кинематограф? Вот есть какие-то реальные шаги? В направлении киносетей мне такие дела неизвестны, вот, если не считать случая, когда кинотеатр был назван монополистом по продаже попкорна в границах кинотеатра, да. А так, вообще, наша Федеральная монопольная служба, она, ну, в каком-то смысле, орган уникальный во многом отношении уникальный. Вот, она уникальна тем, что возглавляет, например, лидер оппозиционной партии, демократической партии «Яблоко», да, и вот при этом являясь членом правительства. Вот, мне кажется, здесь есть какой-то определенный, значит, диссонанс, недопонимание. Вот, во-вторых, это служба, которая обладает самыми широкими полномочиями из всех российских органов власти. То есть 27 федеральных законов, 25 или 27 она регулирует, то есть это и антимонопольная политика, это и закупки государственные, закупки госкомпаний, это и торговля, это и реклама, это и теперь установление тарифов, это и гособоронзаказ, это и, значит, контроль за иностранными инвестициями. То есть, по сути, весь спектр коммерческой деятельности бизнеса, он так или иначе затронут этим регулятором. И это не сопоставимо ни с одним из министерств российских, ни с другим антимонопольным регулятором в мире. Алексей, но вот ФАС, он призван защищать малый и средний бизнес, но именно ФАС инициировал большое количество уголовных дел, так ли это? Ежегодно ФАС возбуждает 55-60 тысяч дел, то есть последняя цифра, это уже 60 тысяч дел, это ежегодно. Это, конечно, дела не уголовно-административные, когда речь идет не о тюремном сроке, а о наложении штрафа. Для бизнеса, конечно, это может стать вообще угрозой для существования. Число дел чрезвычайно велико, как я уже сказал, по некоторым составам, самым боевым, это больше, чем все страны в мире вместе взятые. Для сравнения, в США всего 100 дел, 100 дел ежегодно. Каждое дело, это конфетка, это большое дело, огромное расследование, только крупные компании, 90% из них иностранные. У нас 60 тысяч, и, естественно, 99-99 периодов, это отечественный бизнес. Задача антимонопольного органа, это защищать конкуренцию в целом, а не интересы отдельных конкурентов. У ФАСа, по нашим оценкам, 98-95-98% дел, это защита конкурентов, а не конкуренция. Более того, возникла практика, когда возбуждаются дела, ну, прямо в интересах иностранных, транснациональных корпораций. У нас некоторые наши машиностроительные компании выходят на внешние рынки и получают тут же претензии от ФАС. Вот как-то так вот, я даже не знал о существовании такого злостного монополиста, как Вяземский машиностроительный завод. Они производят промышленно-стиральные машины и проставляют их в России, проставляют их за рубежом. В решении ФАС было указано, что примерно наказать за то, что у них машины оказались дешевле и качественнее иностранных аналогов. Вот, то есть, поскольку они дешевле, их выделили в один рынок и дали им долю 100%, да, то есть, получается, наказали за качество, наказали за низкую цену. Вот, и это черным по белому в решении антимонопольного органа. Или другой эпизод, значит, это член деловой России, компания Argus Spectre, устанавливается в свою противопожарную сигнализацию в такие объекты, как Венская опера, значит, замок английской королевы. Претензию ФАСа вызвало то, что они установили, значит, быстрый, значит, без человеческого фактора, да, сигнал вызова пожарных частей в детские сады и дома престарелых. Вот, когда эту систему установили, во-первых, выяснилось, что сидят на непосреднике и 20 миллиардов бюджетных рублей можно сэкономить, вот, а во-вторых, что пожарные машины приезжают быстро, людей спасают, да. А у нас смертность от пожаров вот в этих социальных объектах именно уменьшилась 20 раз. Вот, ну вот, видимо, задается вопрос, наверное, как бы кому-то вот было обидно потерять этот кусок 20 миллиардов. В Московском комсомольнице такая реклама была в массажных салонах, такой с непонятной, как говорится, профилем деятельности. И я попросил ФАС разобраться, на что у меня был официальный ответ, что это не их компетенция, и попробуй обратиться в другое ведомство. Хотя я понимаю, именно Федеральная антимонопольная служба, она следит за правильностью рекламы. На самом деле не только следит, она обязана это делать, это ее прямые профессиональные обязанности. У нас есть закон рекламы, да, который достаточно четко прописывает запреты. Например, аборты у нас, реклама их запрещена теперь, да. У нас запрещены рекламы там наркотических средств, естественно, таких вот вещей, как интимные услуги. А глазная клиника, частная глазная клиника, значит, у них была реклама «вылечим всех». Значит, ФАС приходит с контрольной закупкой, приходят два сотрудника и говорят, вылечите нам глаза. Говорят, слушайте, у вас стопроцентное зрение, вас лечить не нужно. Нет, у вас же написано в рекламе, вылечим всех. Вот, и в итоге возбудили не просто одно дело, а серию дел за недостоверную рекламу. Бизнес добросовестный может пострадать за вот за любые какие-то, да, вот такие намеки, полунамеки, запятые. Возбуждались дела против мэров за запрет реализовывать алкогольную продукцию в время выпускных школьных. Вот, ощущение, что вот эта служба, она федеральная, чья, вот, может быть, мы должны написать федерально-американская, она антимонопольная служба. Вот, вот, на самом деле вопросов очень много. Ну, кстати, вроде бы реклама не самая главная в России, но мои друзья жаловались мне, что приходят на фильм в кинотеатр «Плюс 6», а там кинотеатр спокойно показывает рекламу «Плюс 12», «Плюс 18», то есть показывает все, что хотят, хотя мы приходим на детский мультфильм. Это первый момент по рекламе, а второй момент как раз отсутствие четкой градации возраста по рекламе не дает сегодня возможности закупать телеканалам детские мультфильмы, детский контент, потому что они не могут давать рекламу. Я бы, наверное, хотел, чтобы ФАС тоже, как бы, стал бы идеологом защиты малого и среднего бизнеса в России, а не каким-то таким проводником или инициатором возбуждения уголовных дел. Позиция активной деловой России по антимонопольной проблематике привела к тому, что по тем же вот уголовным составам мы отменили целую статью уголовную, да, то есть вот ФАС теперь не сможет по, значит, за употребление доминированием никого отправлять в тюрьму. А по второму составу мы повысили размер порогов для привлечения к ответственности в 10 раз, что тоже, скажем так, малышей как минимум защищает. И так называемый четвертый антимонопольный пакет развернули почти целиком в пользу бизнеса, потому что то, что хотел ФАС делать на изначальном этапе, да, там, в том числе, например, называть изобретателей-монополистом по факту наличия патента, да, то есть вот этого нам еще не хватало, для окончательного, чтобы окончательно поставить крест на инновациях. Сейчас четвертый пакет, который принят, он в целом позитивно сказывается на практике, дел становится все-таки меньше. За первое нарушение по большинству легких составов идет сначала предупреждение, а потом штраф тоже поднимательных становится полегче, да, то есть определенные подвижки есть. Другое дело, что, значит, сейчас, опять же, вот, пользуясь кризисом, да, мы видим, что нет желания помочь бизнесу, наоборот, опять вот протащить, значит, ларьки, значит, сигареты. То есть от всех идей они не отказались, они просто немножко, так сказать, затаились. Вот, это, конечно, печать. Олег, я вот немножко мучаюсь вопросом, вот, все-таки я такой создатель детского кино, мультфильмов, и мне вот все-таки интересен ваш отзыв о фильме «Призрак». Что в итоге-то, вы показали детям его или нет? Естественно, я не показал, я объяснил сыну, почему мы смотреть не будем. Он, значит, расстроился, что весь класс смотрел, а я не смотрел. Я ему сказал, что вот, видишь, и объяснил, вот почему, почему такие фильмы, я думаю, что тебе смотреть не следует, хотя я всегда с большим воодушевлением смотрю российское кино. Если есть возможность выбора, и вот, прочитав, да, вот аннотацию, я сторонник голосовать за отечественного производителя. У нас очень много хороших фильмов, да, вот это и «Поп», это и «Остров». Ири Сан, я вот недавно посмотрел, тоже мне понравился, да, вот считаю, что такой позитивный пример российского кинематографа, и так вот, у нас-таки был блокбастер, интересный сюжет. За Ири Сан, я думаю, особое вам спасибо, потому что я являюсь супродюсером этого фильма. Кстати, если говорить о фильме «И Ири Сан», к сожалению, ведь был полный провал в прокате, и это, я думаю, серьезная ситуация с хорошими фильмами российскими, потому что даже патриарх его посмотрел, этот фильм, рекомендовали всем губернаторам осуществить помощь в его продвижении, потому что знаете, чего в этом фильме есть? В нем есть выход. Самое важное, если взять фильм «Левиафан», в нем нет выхода. Просто вот он о нас, но нет выхода. А Ири Сан тоже о нас, но есть выход. Верить, служить, трудиться, работать над собой, и Господь нас не оставит. Очень красивая идея, и я рекомендую всем все-таки фильм посмотреть. И я бы хотел вот нашу встречу на этой ноте закончить позитивной. Все-таки в России люди, они другие, они не американцы, они хотят трудиться, создавать свою Россию. У нас серьезные корни, исторические корни, серьезное природное богатство, серьезное наследие. И я считаю, что Россия — большое будущее, православие набирает обороты. Спасибо вам. У нас в студии был Алексей Сергеевич Ульянов, эксперт деловой России по антимонопольной политике, кандидат экономических наук. Но самое важное, что это папа четырех детей. Спасибо вам, Алексей. Спасибо. Спасибо.